С 12 декабря ведется активная работа патронажного участка. Так, врач и медицинский брат ездят к немобильным жителям столицы и проводят диагностику. А также собирают анализы и проводят вакцинацию. Всего на данный момент осмотр прошли 25 человек. Мы взяли как эксперимент три участка, терапевтических участков. Выделили из них маломобильных пациентов. Эта группа примерно около 300 человек у нас будет, которые по причине своего здоровья не обращаются, именно не приходят в поликлинику, а к ним приходят всегда только на дом. Это маломобильные пациенты. Возраст может быть разный. Молодые, старше 18, от 18 и старше люди. Но, конечно, в основном это у нас пожилые люди, ветераны и так далее, инвалиды. Специалисты отмечают, что с начала работы данного участка у терапевтов сократилось количество работы. И теперь врачи имеют возможность принимать больше пациентов. Так, работа терапевтического отделения увеличилась с трех часов до шести. За это время, конечно же, улучшилась доступность для пациентов. График работы составлен таким образом, что первичные и повторные пациенты, конечно, большую часть времени занимают. Но на участковых терапевтах появилось время для планирования профилактических мероприятий, для охвата пациентов в плане проведения профилактических мероприятий. Это ДГВН, ПМО, профилактические медосмотры. И для пациентов, перенесших ковид-19, углубленную диспансеризацию. По словам участкового терапевта Николая Семенова, сейчас работать стало легче. Потому что ему не надо ездить по неотложным вызовам, так как патронажный участок, помимо немобильных граждан, посещает пациентов, которые вызвали врача на дом. Очень ощущается большая разница, потому что появилось очень много времени, чтобы заняться пациентами более вплотную. Очень поддерживаю эту инновацию создания патронажного участка. До этого приходилось ходить на вызова. И вот там, конечно, мы охватывали, старались охватить всех, но не всегда это получалось из-за того, что было ограничено временем. Просто ограничено временем. А сейчас, раз у нас появился патронажный врач, он прямо всех поименно, каждого обходит пациентов. Специалисты отметили, что в случае необходимости более углубленного обследования за больными приезжает специализированная машина в сопровождении врача. По окончании медицинского осмотра эта же машина увозит пациента домой. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск.